Этот год был полон ярких моментов. Подборные овации в аэропорту встречали призеров Олимпийских игр в Токио. Среди победителей химкинские баскетболисты. Добились высоких результатов и наши фехтовальщицы. Марина Кисаева, Юлия Личагина, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская заняли первое место на чемпионате России в командном зачете. Впервые женская сборная команда Московской области принесла золото на этом турнире. Мы выигрывали только кубок, чемпионат еще не выигрывали никогда. Так что мы и рады. Шипки тоже были, конечно, особенно поначалу. Наверное, уже ближе к финалу. Все расфехтовались, все хорошо чувствовали, видели момент. Потому что команда у нас хорошая, слаженная. И мы очень старались все по укольчику, по укольчику и выиграли. Мы претендовали напрямую на это звание. Городской округ динамично развивался. Благоустраивались дворы. Строилось современное, комфортное жилье. Так, в декабре собственники 914 квартир получили заветные ключи в жилом комплексе «Рафинад». А в следующем году здесь начнется строительство детского сада, совмещенного с начальной школой. Это социальные объекты, которых нам так не хватает на сегодняшний день в нашем городском округе Химки. Здесь предусмотрено 276 мест для детишек дошкольного и начального школьного образования. Химки стали лидерами и в образовании. Центральная детская школа искусств признана лучшей в России. Главная задача школы всегда заключалась в том, чтобы выявлять талантливых детей и помочь им реализовать свой потенциал. На этом достижении коллектив школы не планирует останавливаться, а только подкрепляет свое высокое звание победами на конкурсах и фестивалях. Я думаю, что это судьба. Это нам большой подарок 65-летию. И, безусловно, это признание нашего труда, коллектива нашего на протяжении многих десятилетий. Большое спасибо родителям, которые нам доверяют. Большое спасибо всему коллективу, который трудится каждый день кропотливо во благо культуры Российской Федерации. 2021 год был богат на памятные даты. 80 лет назад Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой. Дальше Химок враг не прошел. Именно в нашем городском округе формировал 16-ю армию великий маршал Победы Константин Рокоссовский. В городском округе был реализован проект «Виртуальный музей Химки 1941-1945. Все для фронта, все для Победы», где собраны воспоминания очевидцев и фотоархивы. Памятные вечера проходили на протяжении всего года в рамках проекта «Герои Химок». Его кульминацией стала масштабная реконструкция битвы за Москву в Олимпийском центре Планерная. «Химки» — это десятки предприятий, выпускающих качественный, конкурентноспособный продукт. Все от пластиковых пакетов до деталей ракетных установок. Обсудили перспективы развития бизнеса предпринимателей на форме «Бизнес Рестарт 2021». Это мероприятие в первый раз проходило в нашем городском округе. Предприниматели демонстрировали свои достижения от колбасы и деликатесов до робототехники и электронных компонентов. Команда администрации целиком и полностью готова оказывать все содействие и поддержку для развития ваших предприятий. Будем вместе с вашей помощью настраивать работу, чтобы все наши благие дела с вами получились. Накануне Нового года стало одной победой больше. «Химки» вошли в число подмосковных округов, которые были лучше всех украшены. Городские улочки увешаны яркими гирляндами. Практически в каждом дворе стоит елка. Наряжали их сами жители. А театральный каток стал визитной карточкой городского округа. Ледовое шоу, которое регулярно проводится на «Химкинском льду», — одни из лучших в Московской области. Редактор субтитров А.Семкин